Добрый день! Меня зовут Сергей Андреевич Чередниченко, я преподаватель кафедры литературного мастерства, литературного института. И сегодня спасибо, что вы пришли. Спасибо, что вы пришли на лекцию, которая будет посвящена очень интересной, сложной и огромной, совершенно необъятной теме, теме подвига в литературе о Великой Отечественной войне. Литература – это огромно. Сегодня мы будем говорить о произведениях, которые были написаны и во время войны, и после войны, в основном, начиная с конца 50-х годов, то есть тогда, когда началась оттепель. Очень важная вещь, о которой мы сегодня не будем говорить, не затронем, но я просто назову ее, чтобы вы когда-нибудь прочитали, это повесть 1946 года, повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Вот между этой повестью 1946 года и литературой оттепелей прошло почти 10 лет. В конце 50-х только стали появляться значительные вещи о войне, тот поток литературы, который сейчас принято называть лейтенантской прозой. Вот об этой лейтенантской прозе в том числе мы сегодня будем говорить. Но, как ни трудно догадаться, тема войны и тема подвига началась в нашей отечественной литературе сразу во время войны. Еще в конце 41-го года, в начале 42-го появились уже произведения на эту тему. Прежде чем говорить о текстах и о авторах, я хотел бы просто дать определение, что такое подвиг, и рассказать об этом понятии, как оно существует в мировой культуре сейчас и в исторической ретроспективе. Значит, подвиг – это акт героизма, это некоторый поступок, который требует от человека максимального напряжения его физических сил, душевных сил, его совести, чести, моральных качеств и так далее, и так далее. Подвиг – это поступок, в котором человек преодолевает трудности, такие, которые он не смог бы преодолеть в обыкновенной, обыденной жизни. И, как правило, результат подвига – это какое-то общественно важное действие, это событие, которое важно не только для человека, но для человечества, для общества, для его близких, для его друзей и так далее, и так далее. Но не только это. Конечно, подвиг, как вот такой моральный поступок, важен и для человека самого, потому что главное, что в человеке есть, о чем все время говорит русская литература – это совесть, честь, достоинство, вот это моральная составляющая. Подвиг – это, конечно, воинская доблесть, безусловно, и человек, совершая подвиг, руководствуется, ну, каким-то чувством воинского долга. Но не только. Русские писатели вот эту, как бы, официальную военную часть, как правило, в своих произведениях опускали, по крайней мере, в лучших текстах, написанных о войне, вот такой официозности подвига нет. Это что-то очень личное всегда. Это практически интимный поступок, который закрывает всю жизнь человека. Вот в античном мире, то есть две тысячи, две с половиной тысячи лет назад, тоже существовало понятие подвига. Но подвиг мог совершить, вот все вы, наверное, знаете, сразу всплывает словосочетание «подвиги Геракла». Подвиг мог совершить какой-то герой, как правило, не совсем человек. Геракл – это сын бога, Зевса и земной женщины Алкмены, то есть наполовину он божественного происхождения. Ахиллес точно так же у Гомера совершает подвиги. Простому смертному, вот обыкновенному человеку в античности подвиг был недоступен. Чем дальше к нашей современности, к новейшему времени, тем вот эта доступность подвига для обыкновенного человека становится все больше. И сейчас вот это совсем неизвестно, но особенно молодому поколению, конечно, но вот в советское время в рамках коммунистической морали было даже сформировано представление о том, что подвиг нужно совершать ежедневно. Например, трудовой подвиг. И вот о такого рода подвигах мы сегодня тоже поговорим. В частности, наш замечательный поэт, прекрасный автор и стихов, и прозы, и публицистик Ольга Бергольц всей своей жизнью доказала, что ежедневный подвиг – это то, что может существовать. Ну вот, это просто такие общие сведения, чтобы вы задумались о том, что такое подвиг, как он может реализовываться в современной жизни. Понятное дело, что война требует максимального напряжения душевных сил. И вот это понимание пришло в русскую словесность практически сразу с началом войны. Я хотел бы начать нашу лекцию с замечательного чтения стихов Анны Ахматовой, поскольку это тексты, в которых в очень концентрированном виде сформулирован подход. Как мы будем понимать себя, свое человеческое достоинство, свою задачу как человека русской нации во время войны. Есть запись 1965 года, где Анна Ахматова сама читает эти стихи. И давайте вот послушаем голос поэтам. Я прочту стихи из цикла «Ветер войны». Они написаны во время войны в Ленинграде и Каскетии. И войдут в свою новую книгу «Ветер времени». Я читаю эти стихи 9 мая 1965 года в Комарове. Клятва. И там, что сегодня прощается с миром, Пусть боль в свою силу она переплавит. Мы детям клянемся, клянемся могилам, Что нас поколиться никто не доставит. Второе. Важно с девочками простились, На ходу целовали мать, Во все новое нарядились, Как солдатики шли играть. Ни плохих, ни хороших, ни средних, Все они по своим местам, Где ни первых нет, ни последних, Все они опочились там. Мужество мы знаем, Что ныне лежит на лесах, И что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, И мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвую речь, Не бойко остаться без крова, И мы сохраним тебя, русская речь, И великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, И внукам дадим, И от плена спасем навеки. Вот такие стихи. Еще раз процитирую строчки, Которые наиболее важны, В которых концентрируется смысл Этого высказывания. Мы детям клянемся, Клянемся могилам, Что нас покориться никто не заставит. И мы пронесем тебя, Свободным и чистым тебя пронесем, Великое русское слово. Вот задача поколения, Задача нации, И задача поэта, Как он себя понимает в этот исторический момент. Это всеобщее понимание. Во время войны, Многие русские писатели, Уже известные писатели, Или начинающие, Ушли на фронт в качестве военных корреспондентов. Даже если они не принимали участие, Собственно, в боевых действиях, Все равно они являлись участниками войны, Как, собственно, писатели. Писали очерки, рассказы, Корреспонденции, заметки и так далее, и так далее. И вот одним из... Анна Андреевна была в эвакуации, Поскольку она к совсем старшему поколению Писателей принадлежит. А вот люди более младшего поколения, Родившиеся в начале уже 20 века, В 10-х, 20-х годах, Вот такое участие в войне принимали. И вот следующий автор, о котором мы поговорим, Это Ольга Федоровна Бергольц. Вот на этой фотографии, Это военная фотография, Вы видите ее с медалью. Это медаль, которая была вручена ей в 42-м году За оборону Ленинграда. У нее были еще награды в жизни, Как труженику и так далее, Но вот эту медаль она оценила особенно высоко. А вот книга, обложка книги, Которая вышла сразу после войны, Говорит Ленинград, она называется, В 46-м году. Почему я хочу эту книгу вам показать? Потому что книга очень важна. В нее вошло то, что написано было во время войны. Две лучшие вещи, которые... Отрывки из... Одно из них я сейчас прочту. Это поэма «Февральский дневник» И ленинградская поэма, Написанная практически сразу, В 42-м году. С конца 41-го года Ольга Бергольц работает на ленинградском радио. В качестве ведущей, диктора, Как вы сейчас сказали, И работает до конца войны, И становится таким голосом Ленинграда, Голосом блокадного Ленинграда, В том числе и во время блокады. Надо сказать, что ее собственная, Вот просто личная жизнь складывалась в эти годы Очень тяжело, непросто. В конце 30-х был репрессирован И расстрелян ее первый муж, Замечательный поэт Владимир Корнилов. Во время войны, в 42-м году, Погиб от голода и просто от истощения ее второй супруг. Ее отца выслали в Сибирь в качестве наказания За отказ от сотрудничества с советскими властями. Тоже в 42-м году. В общем, она была очень-очень одинока. Но, тем не менее, Вот какое-то внутреннее мужество, Вера в победу и вера в то, Что каждый день героически нужно выходить На вот эту работу на радио, Держала ее и вела все эти годы. Два отрывка из поэмы или цикла стихотворения, Это можно называть февральский дневник, Написанный в феврале как раз 42-го года, В которых формулируется вот то, Как Ольга Бергуевс в это время живет. Это просто бытовая жизнь, Но жизнь от быта, Как у Марины Цветаевой сказано, От быта, восходящая к бытию. Вот начало. Это первые строчки, первые строфы этой вещи, Как раз-таки совершенно бытовые, обыкновенные. «Был день как день, Ко мне пришла подруга, Не плача, рассказала, Что вчера единственного схоронила друга, И мы молчали с нею до утра. Какие ж я могла найти слова, Я тоже ленинградская вдова. Мы съели хлеб, что был отложен на день, В один платок закутались вдвоем, И тихо-тихо стало в Ленинграде, Один стуча трудился метроном». Вот метроном... Я сделаю небольшую паузу сейчас в стихотворении, Чтобы дать комментарий. Этот метроном ленинградский упоминается во многих художественных произведениях о блокадном Ленинграде. С самого начала он... Вы понимаете, что такое метроном, Да, это вот то, что отбивает ритм, Его можно на определенное количество ударов запрограммировать, так сказать. Этот метроном, звук этого метронома передавали по ленинградскому радио, Тогда, когда не было каких-то программ. Это сначала имело просто чисто техническое значение, Есть сигнал или нет, таким образом проверяли. Потом приобрело еще значение оповещения. 50 ударов в минуту, это значит, что все спокойно. 150 ударов в минуту, то есть более быстрый ритм. Это значит, что сейчас будет какая-то атака с воздуха, например, да, немецкая атака. И это вот такой утилитарный смысл этого метронома, Но он приобрел и такой духовный смысл, Потому что звук маятника, который равномерно бьется, Это звук биения сердца. Этот метроном стал сердцем блокадного Ленинграда. Поэтому она не могла его, естественно, не упомянуть в своем стихотворении. Дальше. «И стыли ноги, и томилась свечка. Вокруг ее слепого огонька образовалось лунное колечко, Похожее на радугу слегка. Когда немного посветлело небо, Мы вместе вышли за водой и хлебом И услыхали дальние канонады, Рыдающий тяжелый мерный гул. То армия рвала кольцо блокады, Вела огонь по нашему врагу». Вот композиционно, да, Как устроено это начало стихотворения, От личного, интимного, Когда две женщины собираются, Чтобы поплакать о том, Что они остались одиноки на этом свете, Вдруг пространство распахивается ко всему городу, К тому, что происходит вовне. И нужно выходить и работать для победы. И вот этот гул канонады является символом того, Во что мы в этот момент верим. В конце этой поэмы, Или цикла стихотворений, Есть февральский дневник, Есть такое обобщение, можно сказать. Да, это некие подведения итогов тому, Что было сказано. И такая строга, в которой формулируется смысл, Да, того, для чего живут люди в этот исторический момент. Как они понимают свою жизнь, Как они ее ощущают. Здесь очень важная особенность, Это чувство скромности, что ли, Да, скромного человеческого достоинства, С которым совершается вот этот ежедневный подвиг. Я никогда героем не была, Не жаждала ни славы, ни награды, Дышая одним дыханием с Ленинградом, Я не геройствовала, а жила. И не хвалюсь я тем, Что в дни блокады Не изменила радости земной, Что как роса сияла эта радость, Угрюмо озаренная войной. И если чем-нибудь могу гордиться, То, как и все друзья мои вокруг, Горжусь, что до сих пор могу трудиться, Не складывая ослабевших рук. Горжусь, что в эти дни, как никогда, Мы знали вдохновение труда. В грязи, во мраке, в холоде, в печали, Где смерть, как тень, тащилась по пятам, Какими мы счастливыми бывали, Какой свободой бурною дышали, Что внуки позавидовали б нам. О да, мы счастье страшное открыли, Достойно невоспетая пока, Когда последней коркой уделились, Последнюю щепоткой табака, Когда вели полночные беседы Вы знаете, я думаю, строчки «Никто не забыт, Ничто не забыто». Вот это строки, которые написаны ей, Их постоянно цитируют, Когда речь идет о, Не только о блокаде, Но о войне в целом. Я выбрал разных авторов, Разного происхождения, Разных годов рождения, С разными житейскими обстоятельствами, И это, вы знаете, Почти случайная подборка авторов и текстов. Вот какой текст не возьми, В каждом будет эта тема, Тема воинского и человеческого подвига Во время войны. Но Андрей Платонов здесь возник как раз-таки не случайно. Именно он, наверное, первым из наших писателей Стал интересоваться специально вот этой темой Воинского и человеческого подвига. У него была большая писательская биография, Он дебютировал еще в середине 20-х годов, Как поэт сначала, Потом как прозаик, Как литературный критик, Публицист и так далее. Он был одним из известнейших писателей, Но его писательская судьба складывалась очень тяжело. В 30-е годы он был как прозаик, Практически изгнан из литературы За публикацию повести впрок О коллективизации повести. Во время войны он поехал на фронт В качестве военного корреспондента И писал заметки, статьи, очерки, рассказы, Основанные на документальных событиях. И публиковался в основном в двух изданиях. Давайте я вам покажу эти два издания. Это очень важная газета и журнал. Журнал «Красная звезда», Где Платонов, собственно, работал в штате. Это выпуск 10 мая 1945 года. Поэтому на нем три портрета. Это портреты победителей. И второе издание – это журнал «Знамя», Который зародился в 20-е годы Сначала как печатный орган Такого литературной группы Ла Кафана. Называлось «Литературное объединение Красной армии и флота». А в 30-х годах он был переименован В журнал «Знамя», Но оставался печатным органом Вот этой военной структуры. Он выходил, естественно, Во время войны регулярно выходил, Как и многие печатные издания, Как и газета «Красная звезда» Распространялся, Хотя это было очень сложно. И понятно, что все его страницы Были отданы рассказам о том, Что сейчас происходит на войне. Вот этот труд редакторов, Издателей, типографии, Обычных людей, которые в таких Сложных условиях выпускают Печатные издания, Которые должны выходить С определенной регулярностью, Это тоже своеобразный, конечно, Трудовой подвиг. И вот текст, о котором я сейчас Буду говорить, был опубликован Как раз, впервые был опубликован Как раз в журнале «Знамя». Это рассказ Платонова О духотворенные люди. Но сначала небольшая цитата Из письма Андрея Платонова К его жене Марии Александровны. Письмо написано в 10 августа 42-го года. Она находится в Уфе, А он, Она находится в Уфе в эвакуации, А он, вот, пишет ей с фронта. Это очень искреннее письмо, Потому что оно адресовано Близкому, родному человеку, Но при этом пишет Платонов О своем личном, Но одновременно и об общественном, О том, чем сейчас он, Как писатель, занимается, интересуется. Самая важная моя работа сейчас Пишу повесть о пяти моряках-севастопольцах. Помнишь? О тех, которые, обвязав себя гранатами, Бросились под танки врага. Это, по-моему, самый великий эпизод войны, И мне поручено сделать из него Достойное памяти этих моряков произведение. Я пишу о них со всей энергией духа, Какая только есть во мне. И это произведение, если оно удастся, Самого меня хоть отдаленно приблизит К душам погибших героев. Мне кажется, что мне кое-что удается, Потому что мною руководит Одушевление их подвига. И я работаю, обливая иногда слезами рукопись. Но это не слезы слабости. У меня получается нечто вроде реквиема в прозе. Реквием – это музыкальный жанр, Католическая месса, Поминальная песня о погибших. Но изначально имело значение такое это слово. Здесь, как метафору употребляет Платонов, Поминальный текст о погибших моряках-севастопольцах. Что это за подвиг? Это очень известное событие, Которое произошло 7 ноября 1941 года, Когда пять моряков, Оборонявших Севастополь, Красносельский, Одинцов, Паршин, Цибулька, И Фельченков, их политрук, Погибли, обвязав себя гранатами, Бросившись под танки врага. Вот об этом эпизоде пишет Платонов рассказ Под названием «Одухотворенные люди». Так он их называет – «Одухотворенные люди». Небольшой фрагмент из этого рассказа, В котором как раз Платонов исследует Вот эту тему подвига. О чем думает человек, Прежде чем совершить вот такое самопожертвование? Как он это переживает? Что руководит им? На их подразделение шли Три немецких танка. Цибулька вслушивался в ход машин И уловил слухом ритмическую работу Дизель моторов. Николай сказал Цибулька, Слышишь, как дизеля туго и ровно дышат. Вот это слово «дышат» – это что такое? Как художественный прием. Олицетворение. Олицетворение, совершенно верно. То есть, когда свойства живого существа Приписываются неживому. Для Платонова вся техника, Паровозы, танки, Какие-то механизмы, Все, что связано с электричеством, Было очень важно. Он происходил из пролетариата, И он верил в то, что с помощью Механизации труда, с помощью машин и механизмов Человечество спасется. Вот именно такими высокими словами Он писал в своей публицистике 20-х годов. От чего спасется? От голода и войны. От разрухи, которую рабочий класс Знал все предыдущие годы. От несчастья, от бед И в конечном счете от смерти. У Платонова, в том числе в военной публицистике И в военной прозе Постоянно повторяются слова, Постоянно присутствует мотив «Смерти нет». Это вот то, во что он в эти годы начинает верить. В том числе, как бы через смерть. Принимая смерть, мы отрицаем смерть. Вот именно это и делают эти моряки-севастопольцы. Но дальше, вот этот небольшой фрагмент, Который, кстати, мог возникнуть только в прозе Платонова, Потому что он вот так любил эти машины и механизмы. И, скорее всего, он приписывает этим погибшим людям Размышления об этих прекрасных машинах. Как дизеля туго и ровно дышат. Вот где сейчас мощность и компрессия. Василий Цибулько наслаждался, Слушая мощную работу дизелей. Он понимал, что хотя фашисты едут на этих машинах убивать его, Однако машины тут ни при чем. Потому что их создали свободные гении мысли и труда. А не эти убийцы-тружеников, которые едут сейчас на машинах. Не помня об опасности, Цибулько высунулся из известковой пещеры, Желая получше разглядеть машины. Он любовно думал о всех машинах, Какие где-либо только существуют на свете. Убежденно веря, что все они за нас. То есть за рабочий класс. Потому что рабочий класс есть отец всех машин и механизмов. Вот такая, может быть, сейчас это кажется наивной верой, Но это общий мотив платоновской прозы И общий мотив разговоров, мыслей людей 20-30-х годов. Вот этого восходящего класса пролетариата. Теперь, собственно, реквием. Как Платонов описывает эту смерть. Забегая вперед чуть-чуть, скажу, Что этот рассказ несколько раз публиковался. Первая публикация была в 1942 году в Знамени. Потом в других изданиях он перепечатывался, Выходил в книгах и так далее. То есть он был очень-очень известен. Но после войны, когда стали подводить Вот такие чисто литературные итоги, Что было сделано, что было написано и как, На Платонова в очередной раз обрушились с критикой. С критикой за то, что он якобы Изобразил не столько подвиг в этом рассказе, Сколько торжество смерти. Потому что он подробнейшим образом Описывает то, как умирают моряки. Ну вот я отдаю на ваш суд, Вот эти критические высказывания И прозу Платонова. Что здесь на самом деле описано? Торжество смерти или торжество подвига? Да, победа над смертью этих моряков. Они побежали на танки, Сделав полукруг, чтобы встретить их грудь в грудь. Но Одинцов упал к земле, Прежде чем успел встретить машину вплотную, Потому что пулеметчик с танка почти в упор Начал сечь свинцом грудь краснофлотца. Одинцов, умирая, силой одного своего Еще бьющегося сердца Напряг разбитое тело И пополз навстречу танку. И гусеница раздробила его вместе с гранатой, Превратив человека в огонь и свет взрыва. Ну вот эта фраза, Превратив человека в огонь и свет взрыва, Она скорее позитивная, Она воодушевляющая. Это о человеке, о его достоинстве, А не о торжестве смерти. Паршин, подбежав к другому танку, Ухватился за служебный поручень И успел прокатиться немного на чужой машине, А затем, услышав взрыв на теле Одинцова, Оставил поручень и отбежал от танка вслед по его ходу. Там Паршин сбросил бушлат И обнажил на себе живот с гранатой, Чтобы враги видели того, кто идет против них. А затем, подождав, когда танк приблизится к нему, Свободно и расчетливо лег под гусеницу. Остальные, еще целые танки, Приостановились на шоссе на сходах с него. Потом они заработали своими гусеницами, Одна навстречу другой, И пошли обратно, Через полынное поле И свое убежище за высотой. Они могли биться с любым, Даже с самым страшным противником. Но боя со всемогущими людьми, Взрывающими самих себя, Чтобы погубить своего врага, Они принять не могли. Вот в финале этого рассказа сообщается о том, Что жертва была не напрасной, Подошли наши войска, И вот эта остановленная атака танков, В конце концов, спасла целый рубеж обороны. Именно об этом, Именно поэтому об этом событии Так много говорили, писали, Оно стало так известно. Вот сила индивидуального подвига, Самопожертвования, Которое останавливает танки, Которые могут вполне уничтожить человека, Но разворачиваются и уезжают, Потрясенные вот этими людьми, Которые, обвязав себя гранатами, Ложатся под гусеницы. Казалось бы, Может быть, даже это некоторая нелепость В этом самопожертвовании есть. Абсурд, Слишком все превосходно. Но именно вот это, Скажем так, Современным языком, Психологическое оружие, Оказалось сильнее танковой атаки. Вот, это Платонов, И рассказ о «Духотворенные люди», Он много еще писал о войне, Рассказ, не относящийся к теме подвига, Но очень хороший, Один из лучших рассказов О человеке, возвращающемся с войны, Рассказ, который сейчас называется «Возвращение», В 1946 году он был опубликован Под заглавием «Семья Иванова». Просто рекомендую вам почитать, Потому что психологически это очень тонкая, Глубокая проза. Следующий автор. Василий Владимирович Быков. Вот вы видите, годы его рождения, 24-й год, Умер он практически уже в наши дни, В 2003-м. И вот таких людей, Таких писателей, Родившихся в начале 20-х годов, В литературе будет очень-очень много. Именно это поколение 18-20-летними людьми ушло на фронт. Как правило, они закончили какое-нибудь, Успели закончить школу И какое-нибудь военное училище, Танковое, артиллерийское. Они не были в первом призыве, Они в 1942-1943 году оказались на фронте. Как правило, в звании младших лейтенантов. То есть это первый офицерский чин, Который дает интересные возможности Для, собственно, писательской лаборатории. С одной стороны, ты уже командир, Ты начальник, на тебе большая ответственность. Пусть за маленький участок фронта, На котором ты находишься, Но все-таки это ответственность. За людей, которые в твоем подчинении. С другой стороны, ты очень близок К этим людям. Ты практически наравне С обыкновенными солдатами. И ты находишься в том же самом окопе. И ты видишь непосредственно Вот эту фактуру жизни. Именно из этих младших и старших лейтенантов Потом, в конце 50-х, 60-х, 60-х годы Появится поколение писателей, Которые сейчас называются Лейтенантская проза. Все они были лейтенантами. И поэтому, зная фактуру войны, Начали писать о ней во время оттепеля. Литературная критика этого времени Придумала такую Немножко осуждающую, Принижающую это явление Формулировку Окопная правда. В том смысле, что правда О войне, Но правда не дальше окопа. То есть эти писатели не видят Масштаб фронта. Не видят, почему вот здесь На этом участке нужно пожертвовать людьми. Или почему вот этот ряд Попал в окружение И потом мучительно из него выбирался. Стратегически эти писатели не мыслят. Это так и есть на самом деле. Но они знают правду жизни И правду простого солдата. И их писательский подвиг И писательская заслуга В том, что написали они прежде всего О человеке, о простом солдате, Который переживает вот все эти масштабные Исторические события. Василь Быков Дебютировал как раз в конце 50-х годов И в 50-е годы В 60-е, в 70-е Он очень-очень много пишет Это один из самых известных писателей Работавших в рамках этой темы В основном он пишет, конечно же, о войне Причем пишет он в основном на белорусском языке Часто переводит свои произведения С белорусского на русский язык сам И таким образом являясь даже двуязычным писателем Он близок очень к другим писателям этого поколения И такая одна из, конечно, главных фигур просто в этом поколении У него есть обширная и очень интересная переписка с Олесем Адамовичем Сейчас это имя как-то немножко забыто Но это тоже известный писатель, публицист и политический деятель Кстати говоря, 80-х, начало 90-х годов Тоже работавший вот с этой военной темой Олеся Адамович вместе с Даниилом Граниным Подготовили очень интересное издание Обязательно когда-нибудь его посмотрите Книга, которая называется Блокадная книга Это книга документальных свидетельств О блокадном Ленинграде Была, конечно, такая почти публицистическая работа Но все-таки это памятник тем людям Но вернемся к Василию Быкову В 44-м году я буду говорить о его повести Которая называется «Сотников» Это, честно говоря, не лучшее название Повесть должна была бы называться «Ликвидация» Так она называлась в рукописи Но слишком сильное, слишком зловещее слово Это «Ликвидация» Хотя оно присутствует в тексте В один очень важный такой кульминационный момент Сначала о замысле Как эта вещь родилась Как она появилась Как была придумана Быков воевал И он прошел в том числе и по Европе Освобождая уже страны Восточноевропейские страны И вот однажды в 44-м году В Румынии В числе пленных немцев Которых куда-то вели Он увидел знакомое лицо Это был человек С которым Быков когда-то Вместе воевал То есть русский, советский воин Который был взят в плен Находился в лагере И согласился сотрудничать С полицией немецкой Работая на оккупированных территориях Чтобы спасти свою жизнь Иначе бы он, скорее всего, не выжил Этот человек Быков с ним разговаривал Да, этот человек Страшно переживал Из-за своего, ну, фактически предательства И все время объяснял Так, я думал, что Найду подходящий момент Когда смогу уйти из этой полиции Когда смогу сбежать Вернуться на советскую территорию И вот начать свою жизнь заново Но этот момент ему так и не представился В результате вот он оказался В числе пленных немцев Вот так сложилась его судьба Эпизод 1944 года Который остался в памяти писателя И потом вот в уже 50-е годы В 60-е, 70-е Он помнил, да, вот Об этом событии Вот небольшой фрагмент Из письма Как раз Олесию Адамовичу В котором Быков сообщает следующее Я взял Сотникова и Рыбака Это главные персонажи повести Сотников И показал, как оба обречены Хотя оба полярно противоположные люди Такова сила обстоятельств Не скрою здесь замысел От экзистенциализма Каким я его себе представляю Что такое экзистенциализм Почему здесь Быков употребляет это слово Это направление в философии И литературе 20-го века В основном западноевропейской Конечно, происходит от слова Экзистенция Что означает существование Главный вопрос этого направления Который все время решается Это вопрос свободы выбора Каждую минуту человек Каждую минуту своей жизни Человек совершает какой-то выбор Несет за него ответственность Каждая минута в жизни человека Является решающей Вот об этом говорят авторы Этого направления И действительно повесть Ликвидация или Сотников Как она потом стала называться Как раз таки об этом О том, как человек совершает Свой выбор И какие из этого Последствия Повесть была написана В 69-м году Опубликована в 70-м году В журнале «Новый мир» Причем сначала Быков написал ее По-белорусски Перевел на русский язык И это последний год Когда журнал «Новый мир» Руководил Александр Трифонович Твардовский Именно с Твардовским Тоже военным поэтом Естественно, да Вы об этом знаете Именно с Твардовским Быков договаривался Об этой публикации Но незадолго до Собственно выхода номера Твардовского Во второй раз Сняли с поста главного редактора Там были для этого Определенные идеологические причины И повесть Быкова вышла уже При другом редакторе Но она имела очень большой успех И в 1976 году Была экранизирована Режиссер Лариса Шипитько Сняла замечательный тоже фильм Это один из лучших фильмов о войне Который называется «Восхождение» Он почти буквально воспроизводит текст Но за счет операторской работы Постановочной работы Это такой, конечно, киношедевр Я покажу вам фрагмент Сегодня из другого фильма Другого автора Но очень рекомендую Посмотреть вот этот фильм «Восхождение» После того, как Прочитаете повесть Чтобы сравнить Как написано это Собственно литературным языком И как этот сюжет Рассказан на языке кино О чем повесть Быкова Сотников Два героя в центре авторского внимания Одного зовут Сотников Другого зовут Рыбак Они партизаны Они скрываются на оккупированной территории В белорусских лесах Отряд находится в очень тяжелом положении В отряде просто нет еды И они отправляются на поиски В какие-то вот села На поиски Каких-то продуктов На разведку И так далее И так далее Причем во время похода Поход этот происходит зимой Сотников очень болен Его постоянно мучает кашель Он вообще еле-еле идет И он согласился идти Только потому, что До него два человека уже отказались А он не мог отказаться Он чувствовал, что Это хоть и большой риск Совершать такую вылазку Но это его долг И вот Они прячутся В одном сарае И их все время ищут полицаи Как они там называются Полиция из местных Которые работают на оккупированных территориях И их обнаружили Именно из-за того, что Больной Сотников Закашлялся Их арестовали Взяли в плен, можно сказать И вот центр этой повести Это описание Вечера и ночи Перед тем, когда Будет совершаться казнь Выводя на казнь Полицай Стась его зовут Произносит эти слова Выходи, ликвидация Вот поэтому Повесть должна была Называться ликвидацией Вот такое страшное Зловещее слово В этот момент употребляется Но перед тем, как их Ликвидировать Их склоняют к сотрудничеству Их допрашивают И склоняют к тому Чтобы они перешли На сторону полиции И не возвращались К партизанам А наоборот Выдали этот партизанский отряд Где он находится В тот момент Они, конечно, отвергают Это предложение Но Почему эта повесть Написана Как произведение Экстенциализма Потому что Момент переживания Страха смерти Который длится Очень долго Целую ночь До следующего утра Описан очень подробно И очень тяжело Вот именно в это время Совершается выбор Сотников Не преклонен Он остается Со своими убеждениями С пониманием того Что Даже если он Выдаст этот партизанский отряд И перейдет на сторону полиции Все равно он погибнет Это не спасет Ни жизнь его Ни тем более его душу Да А И вот этот страх смерти Он преодолевает В этом его героизм В данном случае В этом состоит его подвиг А рыбак Который раньше Описывался Как Очень смелый воин Прекрасно Знающий эту местность И в общем Веселый при этом человек Человек Такой положительный Он ломается Он ломается Во время этой ночи И Страх смерти Его побеждает И вот Как Описана Кульминация Этой вещи Когда их Уже выводят Для того Чтобы казнить Там Повешение Произойдет Когда произносятся Эти слова Выходи Ликвидация Именно Это Кобура А также Фигура сильного Видного Среди других Человека Подсказали рыбаку Что это Начальник Только он подумал Об этом Как сзади Сипло Выкрикнул Сотников Начальник Я хочу сделать Одно сообщение Остановились На ступеньках Начальник Вперел В арестанта Тяжелый взгляд Что такое Я партизан Это я Ранил Вашего полицая Не очень громко Сказал Сотников И кивнул В сторону Рыбака Тот Здесь Оказался Случайно Если понадобится Могу объяснить Остальные Ни при чем Берите Одного Меня Вот этот момент Он понимает Что он все равно Умрет Конечно Да он не боится В смерти Вот этот момент Подвига Как самопожертвования Чтобы умереть За други Своя Есть такое Христианское выражение Очень известное Вот этот выбор Этот человек Хочет сделать Этот поступок Совершить Не получается Это сделать Но Тем не менее Намерение Было именно таково Начальство На крыльце Примолкло Двое шедшие Впереди Недомоевающие Переглянулись Между собой И рыбак Ощутил Как в душе Его вспыхнула Маленькая Спасительная Искорка Зажегшая Слабенькую Еще надежду А вдруг Поверят Это его Обнадеживающее Чувство Тут же породило Такую Благодарность Сотникову Однако Минутное Внимание На лице Начальника Сменилось Нетерпеливой Строгостью Это все Это все Холодно Это героическое Заступничество Благодаря Мне даже Неловки Неловки Господин Следователь Господин Следователь Одну минуту Вы Это вчера Говорили Так Я согласен Я Тут И богу Ни при чем Вот он Подтвердит Вот Фотография Первая фотография Была Быкова Во время Войны А это В более Зрелом Возрасте Уже В поздние Годы Я пропускаю Небольшой момент Небольшой фрагмент Дальше Что происходит В этом тексте При пристальном Внимании С обеих сторон Рыбак Подошел К крыльцу Каждый Его шаг Мучительным ударом Отзывал Своего Душе Ниточка Его Еще Неокрепшей Надежды С каждой Секундой Готова Была Навсегда Оборваться Вот она Надежда На спасение Которая Которой Руководит Страх смерти Вы согласны Вступить в полицию Спросил Следователь Согласен Со всей искренностью Которую был способен Ответил Рыбак Со всей искренностью Это значит Что он договорился Уже с самим Собой О том Что Я сделаю вид Что я согласен Это вот тот Случай Который Видел Своими глазами Быков В 44 Году Но Планирует Конечно Как-то избежать Этой участи Он не сводил Своего Почти преданного Взгляда Почти преданного Взгляда С ни свежего Ни молодого Хотя и тщательно Выбритого Лица Портного Следователь И немец Обменялись Еще несколькими Фразами По-немецки Так Развязать Сволочь Как удар Стукнул его По затылку Негромкий Оклик Сотникова Который Тут же И выдал Себя Знакомым Болезненным Кашлем Но пусть Что-то грозное Неотвратимо Подступавшее К нему Вдруг Стало Быстро Отдаляться Смерть Да Вот этот Страх Смерти Стало Отдаляться Рыбак Глубже Вздохнул И почувствовал Как сзади Дернули его Он мощно почувствовал Только одно Будет Жить Со стороны Начальства Раздалась Команда Видно Это уже Относилось К нему Чурбан Тут я Пропускаю Еще один Фрагмент Это уже Сцена Собственно Казни Со стороны Начальства Раздалась Команда Видно Это уже Относилось К нему Чурбан Под ногами На миг Ослабел Пошатнулся Едва не свалившись С него Сотников Глянул вниз С искривленного Обросшего Щетиной Лица Смотрели Два Растерянных Глаза Его Партизанского Друга И Сотников Едва Расслышал Прости Брат Пошел К черту Коротко Бросил Сотников Чтобы доказать Свою Преданность Рыбака Заставляет Тут же Участвовать В казни Своего Товарища Таким образом Вот эта Договоренность С самим С собой Втягивает Его В Постоянно Во все Большие Большие Преступления Там Есть Довольно Большое Описание Мальчика Которое Я пропустил Казнь Происходит При стечении Народа Которые Сгоняют Полицая Чтобы Больше Людей Увидело Вот эту Расправу Чтобы Сведения Об этом Разошлись И произвести Такое Впечатление В фильме Восхождение Этот момент Очень хорошо Показан Знаете В советском Кинематографе Любили Вот такой Прием Очень крупного Плана Когда Одно лицо Во весь экран Или даже Одни глаза И вот Сотников Стоящий На Чурбане С петлей Уже На шее Находит В этой Толпе Мальчика Лет Наверное Семи Восьми В Буденовке В каком-то Драненьком Пальтишке И мальчик Смотрит Ему В глаза Хотя Между ними Очень большое Расстояние И вот Этот Спасительный Взгляд Показан Очень долго И подробно Вот Средствами Кино Этот момент Очень здорово Передан Но В прозе Быкова Это тоже Было И я просто Обращаю Ваше внимание Как это Разным Кино И литературным Языком Может быть Сделано Вот и Все Кончено Напоследок Он отыскал Взглядом Застывший Стебелек Мальчишки В Буденовке Тот стоял Как и прежде На полшага Впереди Других С широко Раскрытыми На бледном Лице Глазами Полный боли И страх Его взгляд Следовал За кем-то Под виселицей И вел Так Все ближе И ближе К нему Сотников Не знал Кто там Шел Но по лицу Мальчишки Понял все До конца Вот этот Момент Это конечно Кульминация Этого подвига Когда человек Полностью Принимает Свою смерть И Мальчик Который Наблюдает Это Прекрасно Понимает Что В данный Момент Происходит Вот этот Подвиг Когда человек Не отрекается От своих Убеждений Взглядов От своей совести Перед страхом Смерти Вот Такой Эпизод Теперь Давайте О следующем Писателе Поговорим Это Владимир Богомолов Владимир Богомолов Наиболее Тоже посмотрите Да 24-й год рождения То же самое Поколение И Писатель Вошедший В литературу Тоже В конце 50-х В конце 50-х Годах Наиболее Известен Он Таким Большим Серьезным Романом Который Называется Момент Истины Или В другом Варианте В августе 44-го Роман Вышел В 73-м Году И Переведен На Многие Многие Языки Это Связано С биографией Богомолова В которой Много Белых Пятен Но Это Отдельный Литературный Вопрос Вопрос Истории Литературы Поэтому Его Оставим Важно То Что Богомолов Знал Что Такое СМЕРШ СМЕРШ Это Отряды Особого Назначения Такая Военная Полиция Которая Действовала Со Стороны Красной Армии И Вот В 57-м Году Вышла Его Почти Первая И Самая Может быть Сильная По-человечески Сильная Вещь Это Небольшая Повесть В ней Всего 50-60 Книжных Страниц Повесть Которая Называлась Иван Вышла Она Кстати Тоже В журнале Знамя И Многие Последующие Вещи Богомолова Публиковались Именно В знамени Повесть По всей Видимости Написана Либо По Реальным Событиям Которые Богомолов Сам Видел На фронте Либо По Реальным Событиям Которые Рассказали Ему Его Друзья И Знакомые Но То Что Главный Герой Этой Вещи Мальчик Иван По всей Видимости Существовал И Действительно Был одним Из юных Разведчиков Это точно Правда Таких Детей Было Очень Много И Вот Эта тема Время от Времени Возникает И в нашей Литературе И в кинематографе Важно Важно Вот что Отметить В газетах Конца 50-х Начало 60-х Годов В советских Газетах Эта тема Тоже Начала Подниматься Потому Что Было Много Воспоминаний О Детях Которые Или Подростках Которые Участвовали В Собственной В Войне В качестве Разведчиков Но Не Обязательно В качестве Разведчиков И И были Даны Ну как бы Объявления Как бы Мы сейчас Сказали В надежде На то Что кто-то Из этих Детей Вырос Сначала Выжил Вырос И может Прочитать Эту газету Откликнитесь Юные герои Написано Было В газетах Мы хотим С вами Познакомиться Мы хотим Чтобы вы Рассказали О себе Чтобы были Вот эти Документальные Человеческие Свидетельства Богомолов Прочтя Этот Это Этот Призыв Этого Звания Спустя Какое-то Время Позвонил В одну Из газет И спросил Ну что Кто-нибудь Написал вам Или кто-нибудь Пришел в редакцию Ответ был Нет Никто не пришел Из чего Богомолов Сделал вывод Что все Эти дети Которые Были Вот в разведке Все они Так или иначе Погибли Именно это Происходит Как раз С героем Этой Повести Иван Повесть Написана От лица Старшего Лейтенанта Его фамилия Гальцев И он Совсем Молодой Человек Ему 20 21 год По-моему В этой Вещи И он Очень Еще как-то По-детски Наивен Он почти Что юноша Но который Оказался На фронте Таким В общем В командирском Звании К нему В какой-то Момент Приводят Мальчишку 12 лет Примерно Которого Нашли Выловили Можно сказать Где-то там В реке Это Действие Этой повести Происходит На Волге Который Прятался Скрывался Он Очень ощутившийся Он Не хочет Говорить И не отвечает На вопрос Но постепенно Гальцев Его Смог Разговорить Мальчик Твердит Только одно Сообщите Командующему 51 Что Я Здесь У меня Есть важные Сведения Вот Гальцев Об этом Сообщает Его Просят Ребенка Накормить Обогреть И так далее Сейчас за ним Приедут И за ним Действительно Приезжает Холин Потом Появляется Еще Катасонов Это Три основных Героя Из Взрослого Мира Холин И Катасонов Это как раз Люди Которые Руководят Этими Разведывательными Группами Катасонов Очень хорошо Описан Как Человек Такой Скромный Тихий Совершенно Незаметный Но он Во время Войны Сумел Захватить Очень много Языков Языки Это Пленные Немцы Которые Могут Дать Какие Это Сведения И Вот Теперь У этого Катасонова В подчинении Оказался Они его нежно любят Там описано Несколько Эпизодов Несколько сцен Когда Они его ласкают Как своего Сына Или Брата Может быть Младшего Но при этом Они понимают Что вообще Это ребенок И ему совершенно Не место На фронте Когда Гальцев Понял Все эти Обстоятельства Ему было приказано Выдать Бумагу И Перо Ребенку Он выдает Эти Письменные Принадлежности И Мальчик Достает Из своих Карманов Какие-то Кусочки Хвои Какие-то Зернышки И так Далее Они В определенном Количестве Это что-то Значит Это те Сведения Которые Он Добыл В разведке И так Их Зашифровал Для себя На случай Если его Поймают Подумаешь Какие-то Хвоинки У него В кармане Он Переписывает Все это На бумагу Очень серьезно Запаковывает В два Конверта И эти Сведения Моментально Отправляют В Ставку Командующего Вот Как описывается Сцена Встречи Холина Который Приехал Ивана Забирать Вскоре Приехал Холин Сходу Сунув Мне Мокрый Чемодан Он Бросился К мальчику Иван При виде Холина Мальчик Вмиг Оживился И улыбнулся Улыбнулся Впервые Обрадованно Совсем По-детски Это была Встреча Больших Друзей Несомненно В эту минуту Я был Здесь Лишним Они Однились Как Взрослые Холин Поцеловал Мальчика Несколько Раз Отступил На шаг И тиская Его узкие Худенькие Плечи Разглядывал Его Восторженными Глазами И говорил Катасоныч Ждет тебя С лодкой У диковки А ты Здесь В диковке Немцев К берегу Не подойдешь Сказал Мальчик Виновата Улыбаясь Я плыл От сосновки Знаешь К середине Выбился Да еще Судорога Прихватило Думал Конец Так ты Что Вплавь Изумленно Вскричал Холин На полени Ты не ругайся Так пришлось Лодки Наверху И все Охраняется Враз застукают Знаешь Выбился А по колено Знаешь Выбился А полено Крутится Выскальзывает И еще Ногу прихватило Ну думаю Край Течение Понесло Понесло Не знаю Как выплав Сосновка Был хутор Выше по течению На том Вражеском берегу Мальчика Снесло Без малого На три километра Было просто чудом Что Ненастной Ночью В холодной Октябрьской воде Такой слабый Маленький Он все же Выплав Вот Я обращаю Ваше внимание На то Каким Как бы Сухим Очень простым Слогом Каким Экономным Языком Почти что Документальным Журналистским Как будто Даже не художественным Написана эта вещь Она действительно Написана Вот так Протокольно Там Очень мало Описаний Такие Скупые портреты Персонажи Даны Вещь Написана Как будто Очерк Этим Она и ценна В ней Нет Какого-то Пафоса В ней Нет Лишних Высокопарных Слов И речений Но главный Вопрос Который Ставится Постоянно В этой Вещи И самими Героями И понятно Что автором Тоже этот вопрос Ставится Вообще Насколько Возможно Это Это бесчеловечное Совершенно Дикое Событие Когда Ребенок Участвует В военных Действиях Взрослые Постоянно Хотят Его Отправляли В интернат Он оттуда Сбежал И вернулся На фронт Чтобы воевать Его хотят Отправить В Суворовское Училище Ну Вот Как бы Он Военным Тоже становится При этом Но он Отказывается И говорит Что Сбежит В конце Этой вещи Когда Проходит Какое-то Время И Гальцев Уже Оказывается Тоже Восточной Европе Они Находят Они находятся В Каком-то Концентрационном Лагере И Находят Документы Огромное Количество Папок Военнопленных Которые Здесь Были Допрошены Содержались Потом Были Уничтожены И Вдруг На одной Из Папок Случайно Гальцев Лагеря И Об этом Сообщается Языком Документа Языком Протокола Допроса Который Находится В папке И все Это Финал Вещи Такой Сухой Неэмоциональный Но при этом Вот В этой Документальности Есть Настоящая Художественная Сила По Этому По этой Повести Был снят Замечательный Фильм Который Если вы не Видели Я вам Очень рекомендую Полностью Посмотреть Это Фильм Называется Иваново Детство Режиссера Андрея Тарковского Нашего великого Всемирно Известного Режиссера Фильм Снят В 62 Году Вот Значит Это Один из кадров Где Юный Очень Славный Наш Актер Николай Бурляев Играет Этого Мальчика Бурляеву В этот Момент 14 Лет Но Он Такой Худенький И щупленький Что Он Очень Подходил На Эту Роль Это Первый Фильм Полнометражный Фильм Тарковского По сути Дело Это Его Дебют В Большом Кино При Том Что Сценарий Был Написан Задолго До 62 Года Были Начаты Съемки Другим Режиссером Но Весь Отснятый Материал Комиссия Признала Просто Негодным Очень Художественно Слабым А Картина Тарковского Иванова Детства Завоевала Огромное Количество Международных Наград В том числе Главную Премию Венецианского Кинофестиваля И вот С этой Картиной Тарковский Вошел Вообще В мировой Кинематограф И Надо Сказать Что Повесть Богомолова Иван Многократно Переездавалась В России И переведена На все Европейские Языки Это Одно Из Самых Известных Произведений О войне Потому Что Оно Рассказывает О подвиге Ребенка Но При этом Я еще раз Это подчеркиваю Таким Сухим Протокольным Изыком Теперь Я хочу Вам показать Один из Фрагмент Фильма Иванова В котором В наибольшей Концентрации Содержится Вот Эта Доблесть Ребенка Выражена Эта Доблесть Ребенка Его Убежденность Что Здесь На войне Сейчас Его место Добро пожаловать Печень Вот Крайчик Витя Да Ничего Лучше Лучше Более Что Шип Остался А Ты Говоришь Пузик Пузик Можна Пузик Да Пузик Пузик Добро пожаловать Пузик Пузик Фильм СП СП Продолжение следует... 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 И какое-то горящее дерево рядом. И само действие этого эпизода, когда мальчик разговаривает, говорит о том, как он хочет на войну, происходит в разрушенной церкви вообще. Там находится штаб этих войск. Этого всего, естественно, не было в повести Богомолова. Ни креста, ни фрески, ни разрушенной церкви. Это то, что добавляет Тарковский в это произведение. И в чем смысл этого добавления? Ради чего, собственно, этот ребенок, не сознавая, может быть, этого, и не только этот ребенок, но вообще все эти люди совершают свой подвиг, совершают свои подвиги. Ради тех смыслов, которые запечатлены в кресте, во фреске Богоматери с младенцем, которые являются символами нашей христианской двухтысячелетней культуры. Вот это можно убрать слово христианства отсюда, можно сказать, что это символы гуманизма, человеколюбия, которые напрямую сейчас противостоят силам зла, силам фашизма. Вот человек каждый раз выбирает, на какой стороне он находится, на стороне добра или на стороне зла. И вот в том числе и ребенок, я специально этот эпизод поставил в конец нашего разговора, поскольку он такой самый сильный, потому что в том числе и ребенок своим каким-то интуитивным пониманием добра и зла, не имея образования, не имея какой-то культуры и прочее, с чисто сердечным интуитивным представлением выбирает вот эту сторону добра и ради этого совершает свой подвиг. Вот на этом давайте мы закончим наш разговор. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, то пожалуйста, высказывайтесь. Если нет, то спасибо за внимание. Спасибо.